Да, уважаемые коллеги, здравствуйте. Очень приятно участвовать в конференции в этом форуме «Белая ночь», который мы много лет назад организовали. Очень рады видеть теперь, что этот форум становится всё более междисциплинарным. И мы рады видеть, и мы, главное, понимаем, почему, и рады видеть коллег, которые занимаются в том числе инфекционными заболеваниями, вакциной профилактикой, потому что теперь это играет важную роль, в том числе для контроля за распространением онкологических заболеваний. Мой доклад, в отличие от предыдущего, очень практического доклада, который в основном был, конечно, для практикующих врачей-онкологов, мой, наверное, больше посвящён вопросам именно контроля за распространением онкологических заболеваний. Это больше эпидемиологический доклад. И да, небольшой дисклеймер. Прошу прощения, да, мы рады участвовать в этом симпозиуме, который организован компанией МСД. И да, я являюсь сотрудником Института онкологии, наше прощение, Национального медицинского центра онкологии имени Петрова в Санкт-Петербурге и Европейского университета в Санкт-Петербурге. У нас открылся новый институт, институт междисциплинарных медицинских исследований. Мы активно сотрудничаем с коллегами, медиками и немедиками. И у нас очень широкий спектр вопросов, которые мы изучаем. И на самом деле вакцина-профилактика, особенно в текущей ситуации, в текущей ситуации пандемии, это один из ключевых вопросов, которые мы изучаем, исследуем. И не менее важный вопрос, который я бы хотел сегодня как раз обсудить, это вакцина-профилактика онкологических заболеваний. У меня больше научный доклад, поскольку это научно-практическая конференция, я буду отвечать, наверное, больше за научную часть. Я расскажу, какие научные исследования существуют в области изучения, распространения и контроля онкологических заболеваний. И это касается разных типов исследований. Это стандартные исследования, но я хочу показать, насколько они необходимы в нашей стране, насколько они актуальны, потому что они использовались во многих странах, чтобы показать, как контролировать, как снижать распространённость некоторых онкологических заболеваний, вообще как искать причины онкологических заболеваний. Я начну сначала с описательной эпидемиологии, потому что, казалось бы, это немножко скучный раздел эпидемиологии, всегда интереснее какие-то аналитические исследования, но тем не менее даже простые описательные исследования часто позволяют ответить на некоторые вопросы. И начнём с исторической отсылки. Как мы знаем, очень хорошие раковые регистры существуют в Дании. Одна из первых стран, которая, в принципе, занялась регистрацией рака. И они регистрировали в том числе случаи заболеваемость и смертность от рака шейки матки. Какую картину мы видим в Дании, где-то в середине прошлого века, мы видим, что там был довольно высокий уровень смертности от рака шейки матки. В принципе, сопоставим с тем, что мы видим сейчас в других странах, где нет программ контроля за онкологическими заболеваниями. Это было одно из самых распространённых заболеваний онкологических среди женщин. Но в дальнейшем вдруг, и это обычные описательные данные, коллеги увидели, что у них резко стала снижаться смертность от рака шейки матки. И, по сути, объяснение этому было довольно простое. В скандинавских странах где-то в 60-х годах стали внедряться программы скрининга рака шейки матки. И на самом деле такое редко бывает, но, наверное, рак шейки матки – это идеальный пример с точки зрения эпидемиологии, как увидеть изменение тренда, смену тренда в смертности и заболеваемости в отношении какой-то опухоли, как ответ на популяционную программу контроля распространения этого заболевания, именно скрининга рака шейки матки. Что? Мы решили посмотреть, как у нас дела сейчас в России с заболеваемостью и смертностью рака шейки матки. И, что мы увидели, да, немножко растет заболеваемость, но не критично, если мы возьмем усредненные цифры для всей популяции. Эти данные доступны благодаря тем регистам, которые у нас есть, раковым регистам, и в том числе и тем данным, которые публикуют коллеги из Института Герцена, из Федерального ракового регистра. Мы посмотрели смертность. С смертностью тоже не было какой-то глобальной проблемы, но, да, немножко она стабильная, высокая, но нету никаких с первого взгляда звонков к тому, что каких-то сигналов, к тому, что что-то происходит не так. Однако, на самом деле, это была немножко обманчивая картина. Да, да, мы посмотрели, коллеги вот буквально недавно еще опубликовали, в этом году опубликовали статью в Лангстон-Колледже, где оценивали динамику рака шейки матки по стадиям. К сожалению, у нас стабильная доля пациенток, у которых выявляется рак шейки матки на четвертой стадии, на поздних стадиях, и он, к сожалению, не снижается. В некоторых странах бывшего Советского Союза отмечается небольшой рост случаев выявления рака шейки матки на первой стадии, но, как мы видим, во-первых, это недостаточно. Во-вторых, самое ужасное, что есть стабильный тренд рака шейки матки на четвертой стадии. Окей, мы посмотрели, вроде бы как бы стабильно, стабильно плохо, но когда мы оценили тренды заболеваемости и смертности в разных возрастных группах, мы увидели очень-очень печальную картину. На самом деле, это главная находка такого писательного исследования распространения рака шейки матки в России. Резко растет смертность и заболеваемость рака шейки матки среди женщин младше 45 лет. И на данный момент рака шейки матки вышла на первое место среди всех причин смертности от аналогических заболеваний у женщин младше 45 лет. А такая вот картина вроде бы стабильности, на самом деле, это типичный когортный эффект в описательных исследованиях, когда у нас есть снижение заболеваемости в старших возрастных группах, при этом рост заболеваемости младших, такое ощущение, что у нас всё в порядке, всё стабильно. На самом деле, мы видим очень резкий рост числа заболеваний и смерти именно у молодых женщин. Мы сделали прогноз, опять-таки, это простое писательное исследование, и увидели, что количество случаев рака шейки матки будет расти, будет расти на протяжении ближайших 30 лет. Около 30, наверное, лет, и уже даже наш первый прогноз, к сожалению, потому что мы брали данные до 2013 года, он уже сбылся, и уже за последние пять лет выросло количество случаев, появляемых рака шейки матки. К сожалению, это оказывается и смертей, потому что растёт не только количество случаев, но и растёт количество смертей от рака шейки матки. Коллеги из той же Дании сейчас видят, раньше они видели, что снижается смертность из рака шейки матки, но сейчас они видят, что растёт заболеваемость опухолями головы и шеи. И растёт эта заболеваемость не только у мужчин, но и у женщин. Мы сделали такой же прогноз у нас в России, увидели, что среди мужчин, если дальше так будет продолжаться, тоже будет рост числа случаев, выявляемых случаев опухолей головы и шеи. И опять-таки вот здесь, наверное, мы заканчиваем рассказ об описательной эпидемиологии и хотим понять, а почему, собственно, сейчас в России идёт рост случаев рака шейки матки и при этом ещё идёт рост случаев опухолей головы и шеи у мужчин и у женщин, как мы видим, это происходит и у обоих полов. Кстати, пожалуй, наверное, из всего числа патологий онкологических, которые есть в России, в принципе, смертность практически для всех снижается. Это касается рака лёгкого, рака желудка. Но из тех немногих патологий, где смертность растёт, находятся среди этих патологий, есть рак шейки матки и опухоли головы и шеи. Опять-таки, если мы скажем о приросте с точки зрения потерянных лет жизни, то рак шейки матки – это наибольший прирост, потому что в основном, к сожалению, от рака шейки матки умерют молодые женщины наибольшее количество потерянных лет жизни с учётом продолжительности жизни женщин в России. В чём причина? Окей, мы поняли, что что-то не так, всё плохо, нам нужно проводить аналитические исследования, и на самом деле не так давно мы узнали, что основная причина развития рака шейки матки – это вирус попилом человека. Это случилось не так давно, тем не менее, когда выяснили, что существует такой вирус и выяснили, что он может вызывать какие-то сопливания, в том числе онкологические, то проведено было несколько эпидемиологических исследований для оценки риска, отношения шансов, и увидели, что практически все случаи рака шейки матки так или иначе связаны с вирусом попилом человека. Это, опять-таки, нечасто мы видим такое в онкоэпидемиологии, когда есть какая-то причина развития онкологического заболевания, которое вызывает практически все случаи этого онкологического заболевания. Мы знаем, что курение вызывает, например, рак лёгкого, мы знаем, что вирус гепатита B может вызывать опухоли печени и так далее, но всё равно это не 100% всех, практически всех, там нет, 99% всех опухолей. Для рака шейки матки мы можем сказать, что основная причина — это вирус попилом человека практически в 99% случаев. Мы говорили про опухоли головы и шеи, опять-таки, были проведены аналитические исследования, это уже более поздние работы, которые показали, что оказывается, вирус попилом человека является также фактором риска развития опухоли головы и шеи. И есть традиционные факторы риска, алкоголь, курение, но оказалось, что вирус попилом человека является ещё одним фактором риска развития этих заболеваний. Сейчас мы на протяжении этих лет проводились исследования, и теперь мы примерно понимаем спектр онкологических заболеваний, которые вызывают вирус попилом человека. Это практически все случаи рака шейки матки, опухолианального канала, ротоглотки, опухоли половых органов, как у мужчин, так и у женщин. Но важно понимать, что если в многих перечисленных заболеваниях это как бы условно не 99, не 100%, а в всех случаях вызывается вирус попилом человека, рак шейки матки, практически все случаи, причина – это вирус попилом человека. Какой из этого можно сделать вывод для нас, и почему это важно? Если мы устраним причину, то получается, что мы можем предотвратить практически все случаи рака шейки матки, и именно поэтому Всемирная организация здравоохранения уступает с предложением элиминировать или полностью практически свести на нет заболевания с раком шейки матки во всем мире, потому что это возможно. Это очень сложно сделать для других онкологических заболеваний. Даже если мы возьмем рак легкого и полностью уберем курение, мы все равно останутся какие-то опухоли, которые будут являться, пусть их будет мало. Для рака шейки матки возможна полная элиминация. Если в абсолютных числах, то получается, что вирус попилом человека вызывает порядка 600, более 600 тысяч случаев, и большинство из них – это опухоли шейки матки у женщин, конечно же. Окей, мы увидели, что происходит с трендами, мы нашли причину, какие исследования нужны, чтобы понять, можем ли мы контролировать, можем ли устранить эту причину. Есть два способа контроля за распространением рака шейки матки. Это скрининг и вакцина-профилактика. Когда речь касается скрининга, у нас нет рандомизированных исследований, но как раз здесь нам помогли данные записательной эпидемиологии. После внедрения программ скрининга практически во всех странах резко пошло снижение смертности и заболеваемости раком шейки матки, потому что скрининг рак шейки матки предотвращает не только смерть, но и само заболевание, потому что выявляются предоколевые изменения и возможны эффективные лечения. Не все программы скрининга одинаково эффективны. Мы знаем хорошие примеры, например, Финляндия и Нидерланды, и там всего делается женщины на протяжении всей жизни около семи обследований, семи приглашений. Для цитологического скрининга сейчас немножко поменялся скрининг, об этом скажу попозже. А есть страны, были страны, где программы скрининга были абсолютно неэффективны. Например, Авция и Германия, когда каждый год нужно было выполнять обследование, при этом качество этого обследования было ниже, а эффективность также была ниже. Что нужно для основных правил успешного скрининга? Это использование окраски по Папу Николау, хотя мы сейчас проводим исследования и смотрим, как те традиционные окраски в России используются. Но я думаю, что мы опубликуем это попозже. Контроль качества. Важный момент контроль качества, как первичных тестов, так и до обследования. Нужна единая, единый протокол для программы скрининга, выполнения как первичных тестов, так и до обследования. Это должен быть популяционный скрининг, то есть должен быть равный доступ всех, 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 кто представляет таргетную группу для скрининга, женщин в возрасте для начала 30 до 60 лет, потом можно эти возрастные группы немножко расширять. И, конечно, нужен охват такой программы. Когда я сказал, что как бы все начиналось от статологического скрининга, но последние годы все постепенно переходят на первичный скрининг с помощью ВПЧ-теста. Почему? Потому что, если у нас есть причина, вирус попелом человека, который вызывает в большинстве случаев рак шейки матки, то если мы будем выявлять носительниц этого вируса, то, скорее всего, мы можем еще раньше детектировать какие-то предопыли, изменения, еще раньше от них избавляться. Действительно, это так. Было несколько анонимизированных исследований, которые показали, что вирус попелом человека это лучше выявление каких-то предопыли, изменений, чем цитологическое исследование. И постепенно, постепенно все страны примерно на 40% эффективность была выше показана в анонимизированных исследованиях, и теперь постепенно все страны очень неспеша переходят из программ первичного цитологического скрининга в первичный ВПЧ-скрининг, где цитология уже используется для подтверждения первичного результата ВПЧ-теста. Помимо скрининга, на самом деле, в отношении рак шики матки очень редко такое случается для онкологических изобретений существует крайне эффективный способ первичной профилактики, то есть профилактики того инфекционного агента, который вызывает все эти случаи. И речь идет о вакцине профилактики, о вакцине против вирус попелом человека. И было несколько, много исследований эффективности вакцины в отношении предотвращения для начала предопухолевых изменений. Они были объединены в один систематический обзор и метаанализ, который, собственно, и показал, что вакцинация, вакцина-профилактика крайне эффективна для предотвращения предопухолевых или даже поздних предопухолевых изменений у женщин младше 26 лет. Если мы переведем это в абсолютные цифры, то представим вообще все случаи. Опять-таки есть разные типы вируса попелом человека, опухоли могут вызываться разными типами, но если мы возьмем вообще суммарно все-все-все, то мы можем предотвратить у женщин, у которой не вакцинированы будет выявлено условно 28 на тысячу случаев каких-то предопухолевых изменений, а у женщин, которая будет вакцинирована, всего 11, это довольно серьезное снижение, очень редко программа профилактики дает такую большую эффективность, если в абсолютном значении. Количество доз это тоже можно обсуждать, но мы видим, что по данным метаанализа даже использование менее трех доз уже эффективно было для снижения доли женщин, у которых появлялись предопухоли изменений. Что касается серьезных нежелательных явлений, которые, может быть, кто-то обсуждает, на самом деле, из рандомизированных исследований нет никакой информации, никаких сигналов значимых о том, существуют какие-то серьезные нежелательные явления, сказанные с вакцинацией против ВПЧ, наоборот, это одна из самых безопасных вакцин с точки зрения спектра нежелательных явлений. Коллеги, которые делали мета-анализ, они также посмотрели осложнения, которые могут быть связаны, какие-то исходы, связанные с беременностью, возможные проблемы. И, опять-таки, ни одного сигнала, никакого вообще значимого различия между теми, кто получал плацебу или теми, кто получал вакцину, не было никакого влияния на возможные исходы, связанные с беременностью. Нежелательные исходы о вакцинации не было. Что касается вакцинации женщин после начала половой жизни? В нескольких исследованиях показано, что это снижает развитие ВПЧ-ассоциированных заболеваний. Это касается в том числе дисплазии и неонкологических заболеваний. Может быть, это не так эффективно, как вакцинация до начала половой жизни, но есть особые группы риск, где эффективность может быть выше. Это было показано, опять-таки, в анонимизированных исследованиях. Мы увидели снижение персистенции вируса полом человека, мы увидели снижение в том числе предопределения, связанных с типами, которые были включены в вакцину. Опять-таки, возможно, вакцинация в старших возрастных играх не так эффективно, к сожалению, не так эффективно, как в младших. Почему вопрос возникает? На самом деле ответ на этот вопрос дали коллеги из фундаментальных исследований. Оказывается, есть такое явление, как латентное носительство вируса попилом человека. Почему вакцинация очень эффективна до начала половой жизни, до того, как есть риск инфекции вируса попилом человека? Потому что вакцинация именно предотвращает вот эту инфекцию. К сожалению, когда инфекция уже существует, с ней ничего не может сделать. Это не является методом лечения. Было несколько исследований, которые показали, что на самом деле большая доля, большая доля у женщин каких-то изменений связанных с вирусом попилом человека возникает даже у тех, которые в том числе вели не ведущих активную половую жизнь или вели, у них был постоянный партнер. И связано это, видимо, с тем, что есть какая-то персистенция длительная латентная носительство. И после этого опять-таки появление новых каких-то случаев изменений связано именно с тем вирусом, который уже находится в организме. Но на что на самом деле оказывается может повлиять вакцинация даже в этой возрастной группе, даже в старшей возрастной группе? Да, возможно, мы не можем предотвратить изменения, которые связаны с этим латентным носительством, но оказалось, что было исследование, которое смотрело партнёров, и увидело, что в партнёрах, где женщина была вакцинирована против вирус попелома человека, не было передачи вирус попелома человека от неё к партнёру. На самом деле это очень важный момент, очень важное исследование. Возможно, вакцинация предотвращает не только у молодых онкологические заболевания, но, например, может предотвращать распространение в том числе старших возрастных групп. Где ещё может быть эффективна вакцинация против вирусом лома человека. Опять же, про группы риска есть вакцинация, есть исследование, которое показывает, что вакцинация может быть эффективна для предотвращения рецидива. Тисплазии после лечения, то есть, например, уже было выявлено ЦИН-2 или ЦИН-3, у женщины было выполнено лечение, и, может быть, в этой группе вакцинация также может быть эффективна для предотвращения рецидива. Были исследования, которые показали, что это касается и ЦИН-2, и ЦИН-3. Окей, мы вроде бы нашли очень эффективный метод профилактики онкологических заболеваний, связанных с ВПЧ, но как они на самом деле работают в популяции, для этого нам нужны всё ещё наблюдательные исследования, чтобы это показать, потому что, на самом деле, возникает много вопросов. Часто вопрос у коллег противников вакцины профилактики заключается в том, что вот вы показали предопухоль изменений, но на самом деле вы ни разу не показали, что вакцинация снижает риск развития рака, инвазивного рака шейки матки. На самом деле, это действительно было так до недавней публикации в New England Journal of Medicine, где было такое большое популяционное исследование в Швеции, где было показано, что вакцинация снижает, в том числе снижает риск инвазивного рака шейки матки. Это именно популяционное исследование, наблюдательное исследование, которое первое, по сути, показало, одно из первых показало, что снижается риск именно инвазивного рака. И в принципе, теперь мы можем утверждать, что у нас есть данные. Конечно, противники будут говорить, а вы докажите, что снижает смертность от рака шейки матки. Но думаю, что это следующий шаг. Просто нужно достаточный период наблюдения, мы накопим больше данных, и тогда у нас получится, что, скорее всего, вакцинация снижает смертность от рака шейкина. Последнее, о чем я хочу сказать сегодня, проблема, на самом деле, не только в популяционном внедрении, не только в том, что у нас там не хватает данных, данных у нас как раз хватает. У нас не хватает возможности убеждать людей в том, что в эффектах вакцинопрофилактики. И я не знаю, проводились такие исследования в России, но в Японии очень такая есть понятная группа противников вакцинопрофилактики. И когда на самом деле изучался этот вопрос, то смотрели, как относятся врачи, которые в то же время были матери девочек, которым планировалась вопрочная вакцинация, или просто обычные люди, обычные матери, у которых были девочки, как они оценивают те или иные риски, во-первых, рака шейки матки, во-вторых, эффекты вакцинации и побочных явлений от вакцинопрофилактики. И что выяснилось, что на самом деле большинство популяций, в том числе врачи, они занижают риски онкологического заболевания рака шейки матки, но при этом завышают, то есть они представляют себе намного большими нежелательные явления от вакцинации, представляют намного себя большими и намного ниже эффективность возможной вакцинопрофилактики. То есть на самом деле это проблема информирования, информирования разных групп, в том числе и врачей. И для этого на самом деле публикуются даже специальные гайдлайны, которые касаются, которые как раз направлены на то, чтобы обсуждать с людьми эффекты вакцинации. Опять-таки я не считаю, что обязательно какие-то вещи не могут работать. Мне кажется, нужно убеждать и коллег, и людей в эффективности тех или иных мероприятий, которые мы планируем в общественном здравоохранении. есть даже вполне понятные рекомендации, как разговаривать, как объяснять людям, как обсуждать вакцинацию с точки зрения профилактики онкологических заболеваний. Опять-таки можно прочитать какие-то вопросы. Эти вопросы на самом деле стандартные, обсуждались не только для вакцинопрофилактики онкологических заболеваний, но в принципе для вакцинопрофилактики. Но все те данные исследований, которые мы сегодня обсуждали, можно просто перевести на простой язык и разговаривать с пациентками, разговаривать с простыми людьми, которые там и матерями, и родителями тех детей, которым планируется в ПЧ-вакцинация. Ну, например, не знаю, часто задаваем вопросы, например, есть ли нежелательное явление связано с будущей беременностью? Нет. Мы можем ответить довольно четко, что ни одно исследование этого не показало. Или, например, можно положить вакцинацию на более старший возраст, опять-таки в этом нет смысла, потому что вакцинацию нужно делать, она наиболее эффективна именно в том возрасте до начала половой жизни, и смысла откладывать нет. Последнее, самый последний слайд, о чем я хочу сказать, это что нам ждать от программы вакцинопрофилактики в России, профилактики в ПЧ. распространение вируса по полному человека. Если мы сейчас, это опять-таки расчет коллег из большого исследования, где у нас в России была лишь одна из стран, ну и 170 стран присмотрели, то если в России сейчас прямо покрыть вакцинацией всю когорту 12-летних девочек, то мы можем предотвратить более 6 тысяч случаев рака шейки матки и более 3 тысяч смертей от рака шейки матки, мне кажется, это довольно большие цифры, с учетом того, что большинство этих случаев и смертей произойдет в довольно молодом возрасте. И опять-таки эта модель еще не учитывает и популяционный иммунитет, и неонкологические заболевания, которые вызывают ВПЧ, и заболевания у мужчин, которые вызывают также виртуру человека, и их становится все больше. Большое спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok